Филипп, а ты знаешь, что баня? Или ты замолчишь, или я замолчу. Хорошо. Раз тебе не интересно, почитаем письма от поклонников. Ты знаешь, не стоит. Ты так интересно про баню рассказывал. Расскажи-ка еще, вот помнишь, вот финская баня, грузинская, американская, вот это вот было интересно. Вот сейчас вот продолжаю свой рассказ. Сейчас тебе будет парить из глубинки твоя лучшая подруга Варвара Красавина из деревни Савина. Вот ее взмыленная от страсти песня. Здравствуйте, князь моих ушей Филипп Борисович. Вчерась у нас в деревне, в аккурат после дождичка, был чистый четверг. И вот решила я пойти вместе с вами в баньку, попарить девичьи кости. А поскольку фантазий моих не хватило, взяла я с собой ваш портрет. К сожалению, он сразу размок, и пошли вы лохмотьями. Поэтому выскочила я из бани, в чем мать родила, сарафан и лапти. И прямо в подлеске сварганила ваше чучело из чурбачка, хвои и кедровых шишек. Отнесла вас обратно в баньку, положила на полок и так славно отходила веником, что теперь вы навеки запомните. Одна только незадача. В пору, в жару, не заметила я, что отпала у вас одна шишка. И теперь вы у меня инвалид. Только вы не волнуйтесь, я вас все равно не брошу. Нежно свертываюсь калачиком за вашу пазуху. Филипп, а ты знаешь, что баня – это не только здоровье, но и клуб. Там можно встретить очень много интересных людей, поговорить, обсудить проблемы. В Древнем Риме сенаторы собирались в термах и решали важные государственные вопросы. А другого места они не могли найти? Зачем? В бане ведь очень хорошо думается. Голова от нагревания увеличивается, и в нее помещаются больше мыслей. Мне кажется, что если бы наш парламент заседал в бане... Ты знаешь, деточка, вряд ли они согласятся. А зря. В бане очень удобно работать. Любое голосование в тумане сразу становится тайным. Лупить друг другу веник становится полезнее, чем микрофонами. В бане легче воду лить с трибуны. Кроме того, освободилось бы здание парламента. Огромная домина. Можно было бы сдать в аренду. Подо что? Под баню, естественно. Деточка, смени-ка темку, а? У нас музыкальная программа. Давай поговорим о музыке. О звездных эстрады. Рассказываем какую-нибудь музыкальную сплетню. Ну, давай. Послушай. Послушай. Только послушай. Сколько музыки в этом слове. Бань-ка. Зачем только вы, звезды, поете на эстраде? В бане надо петь. У нас полстраны поют в бане. Кстати, ты слышал последнюю музыкальную сплетню? М? Говорят, завтра в филармонии будет знаешь что. Что? Банный день. Ну, ты уже в курсе? На днях состоялась презентация нового альбома культовой рок-группы «Эрозия пластилина». Альбом называется «Байкер из склепа». В нем собраны только сакрально-инфернальные песни. Какие-какие? Короче, очень страшные песни. Прямо про жизнь. Тексты написал... Какой? Уже не важно какой. Он написал, прочитал и сразу свихнулся. Очень страшные слова. Чтобы войти в образы, рок-группа «Эрозия пластилина» решила провести презентацию на погосте. Проблем не было. Никаких проблем не было. Увидев на рокерах кости и черепа, администрация погоста приняла их за своих. Концерт начался ровно в полночь. Когда все силы зла попрятались от рокеров. Солист в группу пел, 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 пел. Правда, пел лежа в гробу. Остальные участники тоже для храбрости были в лёжку. Первым был исполнен философский хит «Скелет по кладбищу идёт и громким голосом поёт». Эти строчки повторяются 86 раз. Других слов в песне нет. В районе восьмого куплета двери гроба отворились. И перед рокерами восстали четыре фигуры в истлевших лохмотьях. С криком бомжи тоже спать хотят. Они палками погнали рок-группу по направлению к крематорию. И что, закончилась эта презентация? Вот что заявил в своём интервью продюсер рок-группы. Результаты презентации просто ошеломляющие. Теперь рок-группа сможет круто сэкономить на текстах. Ведь все её участники от страха начали заикаться. И поют одно слово около пяти минут. Это хорошо. Мне понравилось. Первый раз за передачкой. Молодец. Умничка. Ну как? Ты уже вычерпал все свои банно-прачечные идеи? Похоже, да. Теперь я хочу поговорить о демократии. Ничего себе переходы. Ну ладно, говори. Знаешь же, Филипп, что баня – это главный институт демократии. Где есть ещё такое равенство? В бане и миллионер, и нищий выглядят совершенно одинаково. Филипп, ты ещё не устал от слова, а? Ну, устал. А что делать? Иди в баню. Там ты сольёшься с миллионами простых людей. Без штанов, берсачи и дольча кабана. Там ты почувствуешь себя свободным, как тазик в полёте. Там, там я замахаюсь раздавать автографы. Меня сразу узнают. Деточка, русская баня уравнивает всё, даже лицо. Сначала ты с мужиками выпьешь в парилке пивка с водочкой. Водка в такую жару. У русской бани есть свои тайны. Слушай, главное. Не выпил в бане водки? Чего дурак ходил? Спрашивается. После водки у вас завяжется душевный мужской разговор. Потом вы поспорите. Баня на Руси – это очень спорное место. Потом тебе начнут доказывать, что ты неправ. После водки в такую жару на Руси всегда кто-то неправ. Хочу я видеть, кто это будет доказывать Киркорову, что он неправ. А ты так и скажи. Мужичьё, сиволаповая, да как вы смеете доказывать Киркорову, что он неправ? И вот тут наступит твоё полное слияние с народом. Почему? По лицу. Не надо. Филипп. Господи, Филипп, я знаю, что тебе некогда рыться в газетах. Поэтому я тебе тут выписал несколько адресочков. Вот смотри. Московская баня номер один. Московская баня номер два. И так сто раз. Есть выбор. Деточка, поиграли и хватит. Ты прекрасно знаешь, что у меня на даче есть отличная сауна. Ой, как ты не одинок в своих проблемах. Господи. На, почитай. Здравствуй, Филипп. Сообщаю тебе, что на даче у Энрики Иглесиаса есть сауна. Тебе, небось, сразу завидно стало. Ага. Сейчас. А если не стало, сообщаю, что в квартире у Иглесиаса тоже есть сауна. А в лимузине Иглесиаса есть сауна с гидромассажем. Там сидят две гидры и делают массаж. Более того, в гримерке Иглесиаса есть сауна. В велосипеде Иглесиаса есть сауна. И теперь Иглесиас работает над тем, как бы запихнуть сауну в мобильный телефон. Это будет очень круто. Готовься. Завтра приду с веником и буду душить. Твоя немытая жаба. Кстати, о вениках. Прислушайся. Что это? Это тебе идут веники. Сейчас придут. До новых встреч. Радуйся. Не надо завидовать. Не надо завидовать. Не надо. Это интриги. Стоп. Снято.